Добрый вечер! В эфире программа «Окна города». В студии для вас работают Анна Руда и Ярослав Чичин. Перед эфиром, друзья, там в гримерной, мы с Анней обсуждали какие-то насущные вопросы. Нашу жизнь, кому и когда пора в отпуск и так далее. Я спросил, Аня, как проходит твое свободное время? Я не буду вдаваться в подробности, леди и джентльмены, но вся суть ее ответа свелась к тому, что она копает. Что она копает, она, если захочет, расскажет сама. А я хотел спросить. Спроси. Пробовала ли ты когда-нибудь проводить свое свободное время по-другому? Дома, у камина? С клубочком и со спицами? Со спицами в руках. Конечно, конечно, я тебе открою страшную тайну, но в школах обучает девочек рукоделию вязать крючком на спицах. А к чему этот вопрос, думаете, вы, дорогие зрители, задает мне Ярослав? Просто так. Он любит у нас просто так ни о чем поговорить, в отличие от меня. Я всегда говорю по делам, правда же? Бинго и даже бонго. Итак, тема нашей сегодняшней программы – Всемирный день вязания на публике. Вы не ослышались, есть такой замечательный праздник, который в мире проводится с 2005 года. И во второй раз он уже будет проводиться в нашем городе. И сегодня у нас в гостях организаторы этого мероприятия прошло «Любить и жаловать» Светлана Полченкова и Жанна Беленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите нам, вот, непросвещенным, откуда вообще взялась идея вязать, вязать на публике? Как такое получилось, что кто-то придумал вот такое вот событие, такой, я не знаю, фестиваль, такое шоу или такой перфоманс, как это правильно назвать? Ну, с появлением в городе Гродно центра наследия, основной целью которого и является популяризация народного творчества. Истоки вязания очень древние, с первого тысячелетия нашей эры. Нашли первые вязаные носочки детские. К сожалению, ранние экземпляры не сохранились. Поэтому традиции очень большие, традиции в том числе и в городской среде, и в сельской местности. И так как это наша основная цель, мы решили провести вот такой праздник в городе Гродно. А вы смотрели вообще, как проводятся эти праздники вот по всему миру? Вот первый прошел в Париже, да, и сейчас вообще более 350 городов принимают участие. Вы смотрели вообще в интернете, как это происходит? Да, конечно, мы интересовались. И Гродненский праздник, он сделан по образу и подобию или есть что-то свое? Потому что там ребята даже в Москве смотрели, они идут в парк, садятся миленько. И очень мне понравилось, в Москве бегает ведущий. Вот я сразу тебя представила. Он полностью, знаешь, вот в вязаном костюмчике с головой. Вяжем, вяжем, не стесняемся. Так ты, возьми спицы, возьми спицы, подними их. Да, 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 именно так происходит. А как у вас? То есть у вас уже был опыт в прошлом году. Что было в этом интересного и занимательного? Потому что я думаю, что большинство вот молодых людей, они представляют, если слово вязание, им хочется зевнуть, они представляют бабушку, носочки и все. На самом деле мы только начинаем развивать этот праздник в городе Гродно. В прошлом году приняло участие около 15 мастеров только всего лишь. В этом году, конечно, ажиотаж большой, в том числе в сети интернет. Мы думаем, что мы проведем этот праздник в центре наследия, во внутреннем дворике нашим уютном, если нам позволит погода. Но если такого небеса нам не позволят, мы проведем это мероприятие в наших просторных павильонах. Если в других городах мира мы видели, как обвязывают деревья в парках, обвязывают лестницы целые, мы для начала развиваем центр наследия, поэтому решили украсить наш внутренний дворик вот такими необычными мотивами вязанными. Как вы это, если небеса нам позволят, это очень высоко, очень высоко вы взяли. Вы сказали мастера, вот это слово мне немножко резонуло слух. То есть я не могу прийти туда, будучи не мастером этого дела? Если вот какой-то неофит хочет посвятиться в это искусство, может ли прийти? И вообще мужчины ждут. Да, конечно. Дело в том, что День вязания на публике, он создан не только для тех мастеров, которые уже асы в этом деле. В рамках этого праздника проводятся и мастер-классы для начинающих спицами, крючком. Поэтому любой желающий, любой гродненец, мужчина, женщина, дети, мы будем рады видеть всех. Вы знаете, я читала вообще акции, на что она направлена. И очень многие акции в том же Париже говорят о том, что вот эта акция носит благотворительный характер. То есть собираются большое количество людей, они начинают вязать и не просто, а вяжут, допустим, для социальных приютов или для беженцев. То есть они носят хорошее такое благотворительное, доброе дело делают. А какой характер у вас? Больше развлекательный, обучающий или, возможно, тоже в будущем вы планируете, чтобы был такой вот социальный характер у мероприятия? Ну, если в прошлом году у нас принимали участие только те, кто умеет это делать, в этом году мы подключили Гродненское благотворительное общество при епархии нашей и объявили благотворительную акцию. Все мастера могут принести какие-то вещи вязанные, впоследствии, которые мы передадим благотворительному обществу. Расскажите нам, как специалист по вязанию, вот что обычно вяжут на такого рода событиях? Это платки, игрушки, тапки? Ну, в основном вяжут игрушечки. Вот мы у нас тоже сегодня представлены широкие просто выборы. Игрушек, это, я так понимаю, ваших рук дело. В основном вяжут игрушечки. Я знаю, у нас проходил, значит, в прошлом году мероприятие такое, когда мы вязали игрушечки маленькие для новорожденных деток. То есть им дарились эти игрушечки, в роддом отдавались. Вот. И впоследствии, когда ребенка выписывали, он себе в подарок забирал эту игрушечку. Очень мило. Вот. Ну, потом еще мы вязали шапочки, шарфики для деток, для ветеранов войны, для пожилых уже женщин. Мы, значит, не помню уже на какой праздник, или то ли перед Новым годом, была такая благотворительная акция, значит, вязали теплые носки. Так, хорошо. Вот мне запомнилось слово обвязывают, обвязывают деревья. Что это такое вообще? Значит, вяжут фрагменты, вот такие вот, как там квадратики, не обязательно квадратики, могут быть прямоугольники, могут быть сердечки. И потом, значит, собирают эти фрагменты вместе и сшивают. То есть получается, значит, обвязанный столб или дерево. Это явление называется ярнбомбинг. Ярнбомбинг? А вы знали? Ну, знала, но... Тяжело выговаривается. Тяжело обвязывается. Хорошо. Кстати, возле кукольного театра у нас тоже есть деревья, у которых такая одежка замечательная. Я только хотел сказать, ты видела где-нибудь такое? Да, у нас в центре наследия тоже столбы обвязаны. Столбам тоже бывает холодно и одиноко. Это да, это я согласен. А вот скажите, мы видим, что сейчас очень-очень много и к нам в город тоже приходит масс-маркета, то есть магазинов, у которых одежда, собственно, шита в Китае, и она вся одинаково под копирку. А вот вязание, ну, это настоящий хендмейнт, штучное производство. Как вы считаете, оно уже вот исчерпало себя или нет? Только ли это можно представить носки, игрушки, платки или что-то большее? Следите вы вообще за какими-то модными вязаными трендами? Ну, сейчас в тренде очень вязаные воротнички разные. Маленькие, большие, широкие, вплоть до того, что они эти переходят как в накидки, шали, шарфы всевозможные из хлопка, из теплой какой-нибудь пряжи, из пуха. Они никогда не выходили из моды, что вы! Я так считаю, шарф вязаный, по-моему, всегда был супер-супер модный. Вот я не люблю вязаные шарфы, но я уже который сезон мечтаю о свитере Рубан. Слышали, вы такие дизайнеры есть, сестры Рубан, которые просто сделали свитер своим, ну, я не знаю, таким вожделенным предметом гардероба каждой модницы и поставили просто за облачную цену. Более тысячи долларов стоит один такой свитерок. Он, по-моему, связан в стиле Боха. Ну да, там открытые плечи, такие большие, косы, он очень шикарный. Давайте мы сейчас сразу в прямом эфире решим с вами вопрос. Я вам показываю фотографию свитера сестер Рубан. Вы сможете повторить его? Ну, если по фотографии, то да. Даже не знаю. Решили. Тысячу долларов можешь потратить на что-то другое. Расскажите, пожалуйста, можем ли мы как-то, вот я услышал уже то, что вяжут для деток, вяжут для ветеранов и так далее, можем ли мы как-то поставить это на коммерческие рельсы, чтобы событие переросло в какой-то, ну, я не знаю, в какой-то шоппинг-дэй. Люди приходят и покупают то, что другие для них связали. Это возможно или нет? Может, это уже возможно, может, у вас уже продается. Ну, у нас в объединении Городенский колорит, который существует при центре наследия, есть более 20 мастеров, которые занимаются сугубо вязанием. И занимаются это уже, можно сказать, профессионально. Это ремесленники, которые, да, осуществляют торговлю, но центр наследия не настроен на коммерческие рельсы. Все-таки мы хотим популяризировать наше творчество народное. Мы хотим показать даже тем же детям, которые часто приходят к нам на экскурсии, что нужно развивать не только два пальца в смартфоне, но нужно своими руками делать какие-то игрушки. И вот тоже вязание – это развитие мелкой маторики. А вообще интересно детям? Детям интересно. Детям интересно то, что они на мастер-классах делают своими руками какие-то куклы-оберегии. Мы валяем из шерсти, что особенно слово валяние нравится мальчикам. Все думают, что валять мы будем совсем не из шерсти. А дурака? Да, именно так. Дети с радостью носят вот эти сделанные своими руками игрушки, куклы, соломенные какие-то звезды. Домой, показывают родителям, и потом родители с благодарностью отзываются о нас. А какой возраст у этих детей? У нас были совершенно разные дети, начиная от первого. А, кстати, бальзаковский возраст – это совсем такой неглубокий. Я оказалась, что уже к нему приближаюсь. Это, оказывается, 35-летняя женщина всего лишь. Тоже неплохо. И, кстати, одни женщины бальзаковского возраста очень любят вязаные вещи. Первый класс и до? Взрослые люди из Центра соцобслуживания населения Ленинского Октябрьского района. То есть у нас совершенно разная публика. А вы замечаете, наблюдали ли вы за детьми, как они изменяются, когда они занимаются каким-то видом рукоделия? Ну, это одухотворенное лицо, это попытка повторить в точности за мастером, который проводит мастер-класс. Естественно, все телефоны сразу откладываются в сторону. И дети действительно заинтересованы, когда слушают возникновение этого вида творчества, когда слушают истории какие-то там, для чего эта кукла-оберег именно нужна и как ее используют в жизни. Конечно, с вами согласны и вездесущие британские ученые. Они, кстати, выяснили, что особенно полезно вязание, навык вязания мальчикам 7-8 лет. Как ты думаешь, почему? Потому что развивают мелкую моторику. И не только. В этом возрасте, вот сейчас нынешние дети, у многих у них есть синдром гиперактивности. Им очень тяжело сидеть на месте. А когда ты сидишь, вяжешь, они концентрируются. И вот в школе, особенно в первом классе, детям им очень трудно сконцентрироваться и просто просидеть 35 минут, потому что в первом классе 35 минут уроки на месте. А вот благодаря вязанию этот навык нарастает. Вырабатывается, распакает. Может быть, если бы я больше вязал, был бы сейчас менее активным. И у нас, насколько я знаю, есть семья, и мы даже сняли про нее ролик, где прям вот эта семейная традиция вязать. Именно так. И прямо сейчас мы предлагаем вам его посмотреть. В наше время во многих семьях существует традиция передавать свои умения и готовые изделия из поколения в поколение. У Екатерины Васильевны традиция беречь семейные реликвии не только сохраняется, но и приумножается. Вот мать вышивала. Здесь очень мелкий крест. Ей теперь 85 лет. Это лет 30, наверное, назад вышивала она. Здесь очень мелкая работа на конве вышита. Вот, ну и я кружевая вязала эти. Ну, а здесь мне очень нравится черный-красный цвет, вышитые ружьяки. Это льняное полотно и вот такой небольшой узор. Мать тоже вышивала. Ну, а это недавно, это лет 10 назад. Ну, вот еще эти тоже лен и обвяз в льном. Здесь тоже, вот это символ спарыш, урожай, спарыш богатый. Все в символах. Это тоже такая техника интересная. Вот это салфетки, это мережка. Трудоемкая тоже работа, дергива ниточки. Тоже орнамент белорусский. Вязание – это также символ преемственности поколений. Этот вид рукоделия обобщает интересы и увлечения женщин разных столетий. Меняются времена и характеры. Техника приходит на смену ручному труду. И лишь вязание, как и прежде, передается от матери к дочери. Мать, как рассказывает, они, вот когда она, да, была, сами лен садили, пряли, ткали. Вот, свою одежду носили, вот, сорочки, все, ручники, они все сами делали. Вот, она ткала, вышивала. Очень хорошо. Вот, для нее это все было, мне кажется, даже на первом месяце, чем хозяйство ищение. Она, ну, по крайней мере, она больше любила вышивать, вышивать, ткать. Испокон века вязание было одним из необходимых домашних занятий женщины. И в наше время та хозяйка, которая занимается этим рукоделием, олицетворяет собой домашнее тепло и уют. Атмосфера в доме Екатерины Васильевны тихая, спокойная и кружевная. И так, петелька за петелькой, узор за узором, рукодельница оттачивала свое мастерство, не прерывая его ни на один день. В жизни я научилась по-настоящему вязать. Вот я могу честно сказать, что я умею хорошо вязать. С выдумкой-то. Вещи сама придумываю, если я задумала что-то связать, вот в моей голове складывается образ, и я не начинаю вязать до тех пор, пока я в целом не придумываю, как я вещи свяжу. Это, наверное, даже как наркотик, как хороший наркотик. Вот хочется вязать и все. Перебирая спицами, вязальщица получает эстетическое и моральное удовольствие. Любимый отдел помогает ей расслабиться и успокоиться. Прихожу с работы и вяжу. Ну, свои там дела по хозяйству сделаю и вяжу все время. Все время. Ну, либо читаю, либо... Ну, читаю я... Теперь вяжу меньше, но в основном вяжу. Да. Мне ничего не мешает. Мне главное, чтобы все получалось, все складывалось. Чтобы пряжа хватило, не так хватило, чтобы руки не болели. Ты что? Нет, не отвлекаюсь. Иногда включаю классическую музыку, иногда вообще в тишине. Я вообще люблю тишину. Про схемы и узоры женщина не думает. Все идет, как говорит она, с головы. Ну, совершенство, наверное, можно так сказать. Чтобы оно лучше лежало, меньше, опять же, вот эти дырки были. То есть всегда что-то приношу свое в этот узор или в изделие. Сто процентно я никогда не повторяю. Я всегда изменяю. Екатерина Васильевна, прежде чем взяться за крючок, основательно продумывает каждую деталь в будущие вещи. Но случилось и так, что некоторые свои творения приходилось переделывать. Даже если иногда что-то не получается, когда многое об этом думает, что как-то само собой приходит какое-то решение. Нелегко, но все-таки приходит оптимальное решение. Вот самое правильное, вот как закончить вещи или как сделать вещи, оно как-то приходит в голову. Вот как периодическая система Менделеева ему приснилась. Вот так у меня как-то, когда много думаешь, то как-то находишь решение. Правильное решение. Не просто так, чтобы закончить вещи, вот она была закончена. Если я плохо сделала, я ее потом не ношу и переделываю. Я это чувствую. То я ее носить не буду. Каждая вещь делается с определенной целью и предназначением. Но все без исключения работы, связанные мастерицей, не имеют срока давности. Я вот долго очень жила в общежитии. Мы в этой квартире живем только 8 лет. И я вот думала, вот когда у меня будет квартира, и будет кухня наверняка. И вот на кухне будет вот такая скатерть. Вот я связала вот такую скатерть, и еще к этой скатертью в дополнение занавеску на окно. Сначала я видела нитки, а потом подумала, что из них можно связать. Я именно хотела вот такой шарф. Вот хотела и все. Вот. Тоже, когда увидела нитки, и сразу решила, что это как раз то, что надо. Больше всего рукодельница любит вязать для себя, а также для мамы и дочери. На вопрос, почему, Екатерина Васильевна отвечает без раздумья. Возможно, личные отношения сказываются. Все-таки, да, есть такое. Переносится отношения. С самого рождения гардероб Анастасии в большинстве составляют мамины эксклюзивные работы. А некоторым вещам пришлось расти вместе с девочкой. Самый любимый. Ну, вот эта кофта тоже хорошая. Это я в Англию вязала. Вот эту она долго носила. Сначала как кофта, потом как под платье. Да, под леггинсы одевала. Приятно то, что мама, это как бы свое. Еще мне мама так настраивает, что вещь это как бы уникально, что типа у тебя только одна есть. Ну, неприятно. Я горжусь мамой. А вот за крючок вместе с мамой Анастасия не берется. Возможно, потому что, ну, во-первых, я выросла в деревне. Я видела все это, как это все делается. Сами убирали лен даже. У нас в колхозе в одно время сеяли лен, и мы убирали его, руками рвали. Вот как мать пряла этот лен, ткала потом. Все это я видела, помогала ей. Ее совершенно не тянет к этому. Если из головы ничего не идет, то силы этому не научишься. Я не знаю, откуда это все идет. Это сорочка. Эта сорочка, моя мать в ней венчалась. Вот. Это все ручная работа. Это они лен садили, потом пряли, ткали. Вот это все, это все ручная работа. Этой сорочке, это, по-моему, даже бабушкина сорочка. Если это бабушкина сорочка, ей уже, ну, где-то 70-80 лет, этой сорочке. Моей мамой фартук. Вот она вышивала. Это мама вышивала. А вот это бабушкин фартук, это тканный фартук. Вот. Это тоже и красили вручную, и шили. Никакой машинки, все это вручную. Видите, очень тонкая работа. Вот это в деревне, если у вас бабушки есть, то это подозорник, подозорник. Это кровать вот так. Ниже покрывала. Так вот, вышивает. Но продолжать традицию мамы и сохранять вещи, которые передаются в этой семье из поколения в поколение, девочка считает своим долгом. Я иногда некоторые от родителей сама, как бы, ищу в интернете. Мне интересно это. Ну, детям, безусловно, я это оставлю. Я с гордостью могу сказать, что моя дочь всю жизнь говорит, что я белорусская. Честно говоря, мы просто засмотрелись на эти замечательные изделия. Я уже себе платье присмотрела в пастельных тонах. Очень интересно у нас разговор был за кадром. Зрители, к сожалению, его не слышали. Давайте мы расскажем. Вот вы увидели вышивку и сказали, что именно цветочный мотив был характерен именно Гродненскому региону. В отличие от всех орнаментов, которые сейчас популяризируются так широко, да, вышиванки и майки с набитым рисунком, в Гродненском регионе традиционно на рушниках вышивались цветочные мотивы. Разноцветными нитями, гладью в основном. Это были цветы. Хорошо. Расскажите нам по поводу вышивки. Вот как это происходит на такого рода событиях? Это вяжется только спицами? Вы потому что говорили про какую-то другую технику, вязание на руках и так далее. Может, еще что-то есть? Ну, вышивка – это иголка и нитка. Я прошу прощения, вязание. А, вязание. Вязание. Да. Кроме традиционного вязания спицами и крючком, есть еще такое вязание, как фриволете. Еще раз? Фриволете. Фриволете – это что-то из франции. Это есть такой челночек маленький, туда наматывается ниточка, и вот этим челночком с помощью, значит, челночка разными петельками, значит, вяжутся очень красивые мотивы, воротники, накидки, даже одежда может вязаться. А не красивые мотивы, чем вяжутся. То есть ты понимаешь, что даже, я думаю, что ты сможешь освоить эту тему. Я никогда в жизни не смогу, потому что у меня уже этот поезд ушел. Это нужно, наверное, с самого детства, да, как-то приучать себя. У меня очень плохо с мелкой моторикой, я не могу ничего там закручивать, я смогу вязать? Естественно. Простое полотно, где всего лишь два вида петель – лицевая и изнаночная, очень легко и просто. Приходите, я вас научу. Сначала научусь вязать, потом завязывать, а потом… И все это взаимосвязано. Развязывать. Обязательно приду. Кстати, вот про мужчин. У нас очень интересует вопрос. Вот Ярослав может стать первопроходством? Или у вас уже есть мужчина в вашем обществе, в центре наследия, который занимается этим видом рукоделия? Вы знаете, не так давно ко мне в кабинет зашел мужчина уже пенсионного возраста, который сообщил мне с милой улыбкой, что он занимается вязанием. Честно, не поверила. Однако, видя, какие игрушечки делает этот мужчина, причем сидя с мастер-классами на каких-то ярмарках, уже начала изучать вопросы. Оказалось, что вязание – это дело возникло как сугубо мужское, как ткачество, как вышивка. Первоначально этим занимались именно мужчины. К сожалению, наш вязальщик не сможет принять участие в нашем празднике 10 июня, поэтому он уже подготовил нам фрагменты, которые передал в центре наследия. Мы сегодня их с собой взяли, можно посмотреть. То есть вот на столе мы видим такие белые, бежевые квадратики, из них потом формируется какое-то цельное полотно или что? Да, формируется цельное полотно и послужит декором для интерьеров центра наследия. Вы говорите, наш вязальщик, он один? Пока что, к сожалению, да. Так, вязальщики всего мира, где вы? У нас один вязальщик, и он не может прийти. Пожалуйста, объявитесь, приходите в центр наследия, не стесняйтесь своего увлечения, вяжите. И, кстати, мне интересен тоже еще возраст людей, которые к вам приходят именно заниматься вязанием. Вот мы узнали, что есть младшая группа, но это, скорее, вы говорите, какие-то игрушки. А есть вот люди среднего возраста, 30-летние, 20-летние, приходят ли они, занимаются чем-то таким? Ну, конечно, конечно. У нас в объединении уже устоявшихся, так скажем, мастеров, которые вступили в наше творческое объединение, от 20 лет где-то до пенсионного возраста, самой старшей, кстати, нашей участнице Городзенского колорита, 80 лет, и она занимается именно вязанием. Причем молодежь приносит какие-то новые веяния. Вот первоначально у них были эти игрушки. И, кстати, мы проводили выставку к Дню смеха, да, 1 апреля, и одна из вязальщиц нам передала в качестве экспонатов вязаные огурчики, закатанные в баночку. Это было очень необычно и интересно. Ну, мне кажется, надо развиваться вот именно в этой теме, потому что носочки, шапочки – это традиционно, а интересно посмотреть, что из традиционной техники можно сделать уже современного. Ну, так это тема вполне для следующего вашего флешмоба, или как это мы назовем, вяжем закатки. Кто на огурчик, кто-то помидор. То есть тема вяжем-завязываем, вот никак тебе сегодня не дают. Ну, подожди, если связали огурцы, соответственно, можно связать еще что-то, и потом это все выставить и сделать какую-то концептуальную выставку. Я сегодня проезжал, тем более, один из выставочных залов. Огромное количество людей собирается сейчас на выставке. Вы это выставляете, потом, впоследствии, когда заканчивается само событие, само действие это? Мы создаем постоянную экспозицию, которая, да, постоянно действует в центре наследия. Мы уже полтора года функционируем. И все эти полтора года мы собираем, конечно, свою коллекцию. Я могу прийти посмотреть? Конечно. Любой человек может прийти. Давайте мы скажем для тех, кто не знает, где находится центр наследия. У нас два адреса. Официально Реймонта 12, но также у нас адрес со стороны улицы Островского 11. Где, собственно, и вход. Где вход, да. Жанна Георгиевна, вот скажите, пожалуйста, я вот говорю, что я не могу сидеть долго на одном месте, а мы знаем, что вязание – это труд кропотливый, многочасовой. Что же вам дает именно этот вид рукоделя, что вы готовы посвящать ему свои часы, минуты, дни? Ну, во-первых, любовь к этому делу. Если вам не нравится какое-то дело, вы никогда что-то путнее не сделаете. Но когда вы вкладываете душу в то, что вы делаете, и хотите скорее увидеть результат, а еще тем более хотите увидеть, допустим, глаза своего клиента или родственника, которому дарите вы это, это ощущение незабываемое. Ну, а что вот при этом, что сам процесс доставляет вам? Вот вы говорите, да, любовь к делу. Ну, сам процесс, допустим, я люблю играть на пианино. У меня, правда, доме стоит пианино, и это мой вот момент, когда я сижу одна, меня никто не трогает, я себе могу фальшивить, могу делать все, что угодно, могу Битлс играть, а могу играть и сонаты. И все, вот этот момент моего уединения, я так расслабляюсь. А тут процесс ради процесса или процесс ради результата? Если процесс ради процесса, то что... Процесс ради результата, понимаете? В чем бывает интересный такой нюанс. Вот связали вы, допустим, по схеме определенное количество рядов. Да. А потом забыли и довязали один. И уже в той же игрушке, допустим, носик получается не плоский, а более вытянутый. Вот. И эмоция мордочки уже совершенно другая. Так что не бывает повторимых игрушек. Ну, а вообще рукоделие, вязание – это искусство? Это искусство. Почему? Ну, не знаю, даже так сразу не могу сказать, почему. То есть вы сразу уверены, сказали, да. Может, потому что не каждый сейчас это может делать. Может, еще и поэтому. Хорошо. А есть какая-то, не знаю, вещь или игрушка, или платок, что-то, что вы увидели когда-то в жизни, что было связано руками человека, и вы ахнули, и вы сказали, что это невозможно? Есть, конечно. Очень много есть мастеров аховых, которые вяжут. И где вы это видели? Ну, в интернете. А, в интернете. В интернете, да. То есть, ну, я считаю, что мы можем назвать это искусством, если это можно выставлять спокойно по всему миру. Например, как есть галереи современного искусства, галереи, там, традиционного какого-то искусства, или еще чего-то, кинотеатры. Также мы делаем мысторочные залы для вязания. Вязалы. Отлично. Если вам нужен будет промоутер, уже есть один. Не свяжут нитки, так свяжут слова. У нас есть даже группа британская, ты, по-моему, уже говорила коротко, чем они занимаются, а называются они Stitch Links, друзья мои. Поэтому вы можете посмотреть, и они вяжут, вот, они за то, чтобы вязальная терапия практиковалась в больницах, школах, на рабочих местах и в различных учреждениях. То бишь, есть люди, которые курят, они против этого, то есть свободное время рабочее, чтобы переключиться, чтобы деятельность на рабочем месте была, еще лучше, говорят же, смена деятельности, это лучший отдых. Вот они за то, чтобы вязали все понемногу, чуть-чуть, хоть как-нибудь. И это, правда, очень помогает. Я вас пыталась все на это вывести, что вам дает занятие вязанием, а ученые, вездесущие британские ученые, я даже не знаю, что они только не исследовали, наверное, все сферы жизни. Меня? Так не да. Я им пошлю запрос, посмотрите. Вот они установили, что это помогает. Просто от такого количества проблем, что меня даже это удивило. С 7 до 8 лет концентрация, снижение артериального давления у людей пенсионного возраста. Более того, после 60 лет вязание помогает людям избежать слабоумия при болезни Альцгеймера. Куча список огромный, огромный, огромный. Но главное, это помогает украшать мир. Мы очень любим красивый мир и все, чтобы было красиво вокруг. И вот одна из следующих героин нашего сюжета решила сделать прекрасным вокруг мир себя и начала она со своего жилища. О том, как это у нее вышло, мы узнаем из следующего сюжета. У молодости все было не так. И легче, и веселее. Но все хапало силу. И на працию, и на дом. И навод на ту, якоб займаться рукоделем. А я такая была до сна, не крепко. По 2-3 часа ночью вязала. Часковый раз ехал по улице, я все работал в клубе. Я говорю, Ивановна, я хотела тебе зайти ночью в 4 часа. Я говорю, чего? Ты, может, и самогонку угнала? А я пришла к девочке. Я ночью не спала. Вязала. Не спицы, и все. И как я вязала, вот этот узор, как я сделала? Помните, богатые тоже плачут. Там Эстер такая героиня была, и Мария, вторая уже его любовница. Эта Эстер, она такой, качалась, все. Мне так загорелась я. Как бы сделать, как бы сделать? Ну, подходила к телевизору, смотрела, не поняла ничего. А потом господине, я выписываю, появился узор. Так я их 6 штук связала. 6 штук связала. Подарила свахе, подарила невестке там. В общем, продаривала, 2 штуки себе оставила. А вот теперь руки хлебу не отрезать. Артрос. Вот еще коровы, 4 коровы было одно время. То, что навышивала, да навязала, и сёння радует вока. У кожным покое, як на выставце, одния творы народного мастацтва. Это моя самая первая такая работа была. Я тоже увидела, очень понравилось. И это тоже у соседки сняла узорчик такой. А это мама еще старинный узор от мамы. Тяга до рукодели передалась Ирине Ивановне у спадшину от мати ее и бабули. Да, мама, бабушка. Вся семья такая. Бабушка, в общем, была такая неграмотная женщина. Но очень все умела познавать. Умела познавать. По лекарственной траве. И лечила как-то. И на свадьбе столы готовила. Просто ткала. Я у нее ткала. Пратя у нее научилась. Все от бабушки пошло, мне кажется. Память про дятинство и сенья, как живая. Я помню ее врачаники, какие были вкусные. Вот там 4 часа, бабушка, подъем. Мы четверо внуков у нас было. Моих, маминых это двое, и четверо двое. И бабушка нас, и себя уже, семью свою кромила. И печень большой поставила первое, второе. И блинчик, в общем, печенье. Хлеб пекли. Это все с бабушкой вместе работали. Особенно бабушке нравилось, что я любила прасть. Она не давала уже. Лен прала тоже, но по куле это давала мне прасть. А потом ткать учила. Вядома Сеня, такие веды не зауседы запотрабованные. Однако для Ирыны Ивановны и они по раннейшему каштовные. От бабушки осталась праздник. От калавродок и праздница. Имела кроликов пушистых. Прала, дочка не прислала мне шапочку. Прала, с кроликой это пух, и вязала теплые шапочки ему. Увесь час имкнулась Ирина Ивановна до творчести. Такий человек. И вязала, и вышивала. Не тому, что треба было. Так потребовала я ее душа. Для простыни. Это подзорник назывался. Баба ткала диваны, а потом делала такую простынь с этим подзорником. Красиво дом украшали. Подзорник этот оденут под низ вот так. Сюда. Вот правда красиво. Ну и потом ливан наверх. Красота в доме. Красота в доме. Именно такими словами закончился наш ролик. Красота Иоанни здесь на коленях. Она уже не удержалась. Хотела примерить, но Ярослав мне не разрешил. Это очень колется. И нам рассказали историю, друзья, о том, что вот прям некоторые люди, они даже для детей маленьких заказывают комбинезоны из такой вот колючей шерсти. Хотя я бы не смог это надеть даже вот просто на голую ногу. Я бы что-то обязательно поддел под низ. Но это... А для чего это делается, вот скажите, вы говорите, вы нам рассказываете. То есть это имеет какой-то терапевтический эффект? Когда у ребенка очень плохо развита двигательная система, ручек-ножек. Вот. Когда одеваешь такую вещь на ребенка, она колется, и ребенок начинает активнее двигаться. А можно еще... Я вот придумал еще одну терапевтическую цель для этой штуки. Когда ты с самого детства, с раннего, надеваешь на ребенка вот такую колючую штуку, он привыкает терпеть. И потом в будущем он может переносить различные напряжные моменты, и он уже легко сможет надевать свитер на голое тело сразу при выходе из бани. Терпеть это невозможно, я вас уверяю. А вы носите сами вот такого рода шерсть? Ношу. Хорошо, давайте перейдем, собственно, к цене вопроса. Это настоящая шерсть. Что-то настоящее, она не может стоить дешево. Насколько вообще дорогое удовольствие в вязании рукоделия? Ну, скажу, что не дешевая. Хорошая, качественная шерсть и стоит денег. Хорошо и качественная. Да, да. Но всегда можно найти альтернативу. Это, например? Более дешевая, не стопроцентная шерсть, а, допустим, как в народе говорят, ПШ полушерсть, 50% шерсти, 50% акрила. Можно связать с акрила. Я скажу, что акрил, он не уступает шерсти по качеству. У него даже есть еще и плюсик на солнце, не выгорает цвет. И у акрила более вот яркие цвета. Шерсть так не красится, у нее более приглушенная. А вот мне нравится Винни-Пух. Он из чего сделан? Какой Винни-Пух? Ну, желтый медведь с красным очем. Желтый. Это такая специальная пряжа, еще ее называют зефирная пряжа. Девочки очень любят маленькие кофточки. Да, да, она такая мимишная игрушечка такая, тискательная. Вот я смотрю на нее и еле сдерживаюсь, чтобы не рвануться. У меня просто микрофон там, и я боюсь, что это можно сорвать зефир. Расскажите, пожалуйста, вот эти вот все материалы, из которых изготовлено то, что мы видим здесь, они все куплены, они находятся в свободном доступе, и вы можете купить их здесь в Гродно? Да, пожалуйста. Как это покупать? На рынках где-то, да, или есть магазины? Нет, у нас есть специализированные магазины. Называть не будем, конечно. В городе не будем, конечно. Вот, их достаточно много, и, пожалуйста, можно зайти и выбрать. Больше 20 лет ни разу не видел магазин. Просто тебе это было неинтересно. Просто не интересовались этим никогда, да. У тебя есть носочки, тебе подарили, и ты рад. На 23 февраля, вот я теперь уже знаю, не готова для тебя подарок. Если будешь себя хорошо вести, будут на 50 процентов. А будешь плохо себя вести, будешь в эфире сидеть. Расскажите, сколько времени вообще занимает пряжа в вашей жизни? Ну, я не всегда занимаюсь вязанием. Вязание, вязание. Я постоянно то пряжа, то вышивка у меня. Ну, я дилетант вязания. Не постоянно занимаюсь вязанием, потому что сладость, когда все время ешь, она приедается. И периодически перехожу на другой вид творчества. Это какой? Ну, я вот, допустим, занимаюсь еще куклой. Делаю куклу с пластики. Состою, у нас есть такой клуб при библиотеке, называется Гродненская кукла. Кстати, недавно они передача была здесь, наши девочки рассказывали про наш клуб. А что я еще делаю? А вы, кстати, знаете такого мастера, Галину Жемчужникову? Знаю. И вот на выставке ее персональной, которая проходила в Центре наследия, побывала наш корреспондент. И об этой выставке вы увидите сюжет прямо сейчас. Веселые клоуны, легко узнаваемые сказочные персонажи и представители самых разных профессий и национальностей. На выставке авторских кукол Галины Жемчужниковой более 80 оригинальных работ. Здесь и персонажи из новой коллекции, а также более ранние, но не менее интересные типажи и образы. Причем каждая серия работ отличается от предыдущей. Они стали более профессиональны с точки зрения мастерства. Это, конечно, потому что все равно уровень растет, и с каждой куклой уже что-то появляется новое, что-то более лучше получается, чем предыдущий уровень. Поэтому, скажем так, мы перешли немножко на новый уровень. Ну и опять же, это дом ремесел. А так как это дом ремесел, то очень хочется, чтобы еще кто-то занялся этим ремеслом. Как рассказывает мастерица, чтобы сделать куклу, нужна настройка и, конечно же, определенное настроение. Одну куклу можно делать неделю, другая может быть только начата, а закончена лишь через год. Каждому персонажу свой подход. Особенно, когда создаешь портретную куклу. Долго смотришь на человека, представляешь, какой он в жизни. Характер ловишь его, улыбку, морщинки и все прочее. Если кукла по настроению, например, вот как мы делали хозяйку Медной горы, я сначала послушала сказки Бажова, почитала. Мне было очень интересно ее сделать. Я давно хотела ее сделать. Когда ее делала, я получила такое огромное удовольствие от самого процесса, вот именно изготовления куклы. Куклы Галины Жемчужниковой выставляются уже далеко не первый раз. И не только в нашей стране. Такая популяризация этого искусства приносит свои плоды. Посетители выставок с удовольствием приходят и на мастер-классы. Проведение курсов планируется и на базе Центра наследия. Мы проводим очень много мастер-классов, но кукла Галины уникальна. Даже среди наших 250 участников объединения такого творчества не встретишь больше ни у кого. Поэтому и уродилась идея провести персональную выставку и открыть курсы для всех желающих по изготовлению авторской куклы. Естественно, своей собственной, у кого какие идеи придут в голову. Главное, чтобы основную технологию преподавал уже мастер Галины Жемчужниковой. Галина уверена, что научиться делать такую красоту может каждый. Как и в любом другом деле, самое важное желание. Ну и запастись терпением, конечно. Одна кукла делается в среднем за 3-4 занятия. Если очень стараться. Если есть желание, вы этому научитесь. Даже если у вас нет никакой базы, нет никакого художественного образования, текстильного образования. Это ничего не нужно. Мне главное, чтобы ко мне пришли люди, которые хотят этим заниматься. Я научусь ему. Всего же в коллекции талантливой мастерицы уже более 400 кукол. Причем каждая работа индивидуальна. По ней легко угадать характер и настроение персонажа, как и особый почерк самого автора. Все-таки куклы отражают характер своего автора и даже внешне чем-то похоже. А ваши куклы? Галина Георгиевна, похожи на вас вообще? Первая кукла была похожа, конечно. Вообще все первые куклы у мастеров всегда отражают их внешнее состояние. И внутреннее, и внешнее. У меня куклы почему-то вязаные и невязанные всегда ассоциируются с фильмами ужасов. Не сочтите, что я пытаюсь как-то напасть на эту историю. Но они меня пугают, отталкивают. У вас нет такого? Ну, я, например, тоже, более мне традиционные куклы нравятся. Но есть, есть, которые любят такие с зашитыми ртами. Есть такое, кстати, направление, да. Вот, очень многие восхищаются, приобретают и целые коллекции. А вы не верите, что такая история может потом, не знаю, какую-то дурную энергетику передавать? Ну, во-первых, все зависит от мастера. Если мастер это делал с душой, с весельем, что-то вкладывал хорошее в эту куклу. Это ж не кукла Вуду. Ну, если я тебе сейчас раздражу, я тебя сошью. Нет, я могу вас познакомить с девочкой у нас. Давайте. Она такая есть, Оля, да. Давай. Да, она такая очень позитивная. И вот она делает такие куколки. Прекрасно. Расскажите, много ли людей в Центре наследия вообще постоянно приходят и занимаются вот подобного рода вещами, как... Часто ли у вас проходят выставки мастеров? Да, да. Ну да, одно из направлений нашей деятельности – это обучение. У нас работают, функционируют пять студий, в которых обучаются на постоянной основе около 50 человек. Ничего себе, прям так. Да, мы проводим обучение, причем мы выбрали такие направления традиционного творчества. Это вышивка и шитьё, это соломоплетение, валяние шерсти. И планируем к сентябрю открыть студию керамики. Керамика. Вот недавно проходила в выставочном зале замечательная выставка двух минских керамистов – жены и мужа. Правда, очень интересная выставка, притягнула внимание, большой резонанс. Опять же, у нас есть Василий Мартынчук – это знаменитый мастер, который делает просто великолепные произведения искусства. Его тарелки, они везде и в Бельгии, и в Лондоне выставлялись. О чём речь? Будут ли у вас какие-то проходить мастер-классы именно вот таких известных людей? Либо это всё-таки больше любительский будет носить характер? Ну, кроме того, что в этой студии на постоянной основе, мы планируем обучать людей, как взрослых, так и детей, в зависимости от того, какие группы соберутся. Мы планируем проводить и мастер-классы, приглашать именитых керамистов. И, естественно, такую возможность дадим тем керамистам, которые есть в Гродно, но, к сожалению, пока не обзавелись своей печкой. Они могут приходить и обжигать свои изделия у нас. То есть у вас будет и печь, да. А какие ещё виды искусства есть? Я знаю, что у вас мастерская прямо на территории Центра наследия знаменитого Николая Скляра. Это не совсем так. Мы проводили выставку Николая Степановича персональную. Несколько раз он участвовал в тематических выставках. И он очень активное участие принимает в наших мероприятиях, таких как праздник традиционных ремёсел мы проводили. Вокруг него всегда собирается большая толпа людей. Да, он показывает, как он делает свои шедевры, можно сказать. Я так понимаю, главный, если это можно так сказать, смотр для конкурса наследия, это, наверное, какой-нибудь фестиваль национальных культур. Или вы не завязаны никак с этим событием? Наверное, ни разу не попадали на него. Только полтора года ещё самому Центру наследия. Почему так было? Во время фестиваля национальных культур мы занимаемся организацией города мастеров. Это такой огромный эпизод. И с каждым годом он становится всё больше и больше участников, притягивает. К нам приезжали уже даже гости из Пскова, из Украины на постоянной основе участвуют. Последний фестиваль, который был, более 500 мастеров участвовало. И это все из нашего Гродинского региона? Нет, нет, нет. Это республика и за пределами. А что движет этими людьми? Почему они приезжают? Просто желание как-то объединиться всем вместе по интересам? Или, может, у них какие-то коммерческие цели? Вот тут скорее коммерческие цели. Радаль, да? Да. Но не со всем. Прекрасно. Я за коммерческие цели. Ну, потому что у нас всё как-то, знаете, по-моему, это пережиток Советского Союза. Нет, нет, нет. Мы это делаем, потому что нам это нравится. Я за то, чтобы всё, что было сделано, продавалось. Я за то, чтобы люди футбол смотрели по телевизору не бесплатно, а платили за это деньги. В телевизоре всё должно быть платно, но потому что это нормальная система. Нужно монетизировать. Монетизировать какое-то дело. И, может быть, если будет сидеть какой-то парень талантливый, который вышивает сейчас дома, или шьёт, или штопает, я не знаю, он узнает, что это можно продать, что это можно как-то поставить на какие-то рельсы. Он заинтересуется и придёт к вам. Это такой штамп, что художник должен быть голодным. Вот у Пикассо была русская жена, да, и она его у Сальвадора дали полагала, она ему мозг выносила, говорила, зарабатывай, 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 и благодаря этому рождали шедевры, шедевры, шедевры. Если же тот же мастер будет знать, что его вышивка, она то, что безумно популярна за границей, хендмэнт, и стоит действительно симпатичных денег за те же скатерти из льна, которые вышиты за них до 200-300 евро, мастер сможет, как и тот же Гауди, не знаю, отдельно творить, если вот для творчества какое-то спонсорство было, делать замечательное просто произведение искусства, и опять же использовать дорогой материал, соответственно, качественный, он и выглядит абсолютно по-другому. Правильно? Конечно. Ну и в последние годы такая тенденция на ярмарках, да, во время праздников, это не просто коммерческое, да, такое мероприятие. Мастера больше привлекают внимание, когда они одновременно и делают что-то прямо там на празднике. Допустим, можно привязать себя к дереву и плести пояс, ведь традиционно привязывала женщина себя к чему-то, к опоре какой-то, и плела это в пояс. Но чтобы натяжение было нити... Так вот 50 осенков пояса. Если кузнецы, мы делаем отдельную площадку, естественно, возле них всегда есть люди, и это привлекает кузнецы. Кузнецы, огонь, это да, даже сейчас американские каналы выпустили такое шоу соревнования кузнецов. Кто лучше сделает, кто у кого будет более острый нож, это правда одно из самых рейтинговых шоу. Это зрелищно, это действительно зрелищно. То есть, ты знаешь, у меня уже назревают темы для сюжетов, для шоу-телевизионов. Ты переходишь на рукоделие и на кузнечное дело. Расскажите, пожалуйста, с чего, начиная человеку, который посмотрел нашу сегодняшнюю программу и решил, я хочу вязать. Но он сидит сейчас у телевизора и не понимает, куда идти, что делать. Куда идти, что делать? Приходите к нам в центр наследия, мы вас научим, все расскажем. И вы мне дадите список, и вы мне дадите материалы. Конечно, конечно, конечно. И давайте сразу... Мы расскажем, да, мы расскажем, подскажем, научим, заинтересуем. С чего я должен начинать? Вот из того, что есть на этом столе. Смотря чем хотите научиться, спицами или крючком. Чем проще? Одинаково. Но мне больше нравится крючком, звучит круто, по-пиратски. А вот давайте мы расскажем о том, что вот мы говорили об этом за кадром, о том, что почему-то работы, связанные крючком, ценятся дороже. Почему? О, все, хочу крючком. Да, работы крючком, связанные, ценятся дороже. Почему? Потому что в свое время была придумана машина для вязания, вот, и, значит, теперь она конкурирует с ручным вязанием на спицах. А машина, имитирующая вязание узоров крючком, не изобретена до сих пор. Так, поэтому, поэтому, то, что связано крючком, дороже, чем спицами. А тем более нынешняя, мода нынешнего сезона, которая диктует ношение всем модницам, просто мастхэвам, это кроп-топы, которые выполнены, собственно, и с крючком. Кроп-топ? Кроп-топ, он такой совсем маленький, но надевается он на маечку. Да, 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 да. Вот, никто не хочет сейчас с голым пузиком, надо надевать кроп-топ на маечку. Я понимаю, просто для меня тяжело понять, вот, свитшот, вот этот кроп-топ, по-русски кроп-топ, как у нас будет? Я даже не знаю. На пузник? Нет, он на грудник, скорее, тогда уже. Хорошо, хорошо. А, кстати, у нас, друзья, в таком случае появляется еще один важный момент для изобретателей, если вдруг вы изобретатель, не изобретена еще машина для вязания крючком. Займитесь этим. То есть мы уже сегодня, как минимум, пять идей для начала бизнеса. Для этого мы и есть, для того, чтобы из каждой какой-то одной темы вырастали какие-то другие темы. И это прекрасно. Жить вообще здорово, великолепно. Давайте мы еще раз оговорим, для тех, кто за нашими разговорами не услышал. Когда, собственно, состоится праздник? В какое время кто может туда прийти? 10 июня в 12.00. Мы рады приветствовать всех на Реймонта 12, где мы, собственно, и проведем акцию к Всемирному дню вязания на публике. Что с собой необходимо иметь? Нити, спицы или крючок, смотря какой вид вязания будет. А если вот ничего нету, то... Мы поможем. Мы еще забыли сказать, что в Центре наследия это вообще уникальное такое культурное место, где, по сути, наверное, девиз один стоит не дня без праздника какого-то. Вот 10, собственно, у вас пройдет Всемирный день вязания на публике. А 9? Что будет? 9 июня в 16.00 мы откроем выставку в одном из наших выставочных залов. Персональную выставку мастерицы из Литвы Алдона Лебувеня. Что за вид искусства представляет литовский мастер? Алдона входит в общество ремесленников Литвы и занимается вязанием, традиционным вязанием, потому что много цветовые носки, которые литовские традиционные, они были когда-то подарками на литовские свадьбы. То есть они отличаются от наших? Они отличаются, да. Вот она привезет такие образцы на нашу выставку. Она занимается обработкой текстиля и изготовлением бижутерии. То есть она такой многостаночник во всех видах искусства. Расскажите, как это стало возможным? Был ли у вас уже международный опыт, когда мастера приезжали с выставками в Центр наследия? Либо это первый опыт? Это первый опыт такой иностранной, так скажем, выставки. Нас познакомила с Алдоной ее подруга уже в 15-м году на Славянском базаре. Алдона познакомилась с мастерами из Гродно, Татьяной Первухиной. У них завязались дружеские отношения, но мастера по обработке кожи. У них завязались дружеские отношения. С тех пор они часто общаются и сотрудничают на Козюках в Вильнюсе, допустим, в Друзгиненкае на праздниках. И когда Алдона была в Гродно, она пришла тоже к нам, родилась идея провести ее выставку в городе Гродно. А Центр наследия куда-то выезжает, ездит или вы пока только оседлым таким трудом занимаетесь? Был опыт уже такой. В прошлом году, когда мы буквально пару месяцев еще функционировали, мы ездили на Славянский базар. И там представляли вот тот проект Покров мира, который был создан когда-то в фестивале национальных культур. Это проект Quilt, пэтчворк, обработка текстиля, который уже составляет более 18 квадратных метров. Вот фрагменты этого Покрова я и возила на Славянский базар. И, кстати, вот этот пэтчворк, он уже проник во все сферы просто, можно сказать, интерьера. Не только в одежду, не только в это. Даже сейчас самая модная плитка, керамика, тоже в стиле пэтчворк сделана. То есть она вся-вся-всякая, разная-разная. А скажите еще, пожалуйста, вот лето, это сезон мастеров работы? Или это, скажем так, вот, допустим, театры, музыкальные коллективы, они берут отпуск на это время? У вас сейчас сезон, и планируются ли какие-то еще мероприятия в июле, в августе? Традиционные праздники по народному календарю проходят в течение всего года. Естественно, у нас запланировано много праздников и на летний период. Это День любви и верности Петра и Февронии, да, в отличие от Святого Валентина, который все привыкли на славянских землях, почитали вот эти цветы. Это в июле, да. 15 июля у нас по народному календарю День кузнецов, День покровителей. И что, вот к этим датам у вас организуется какое-то мероприятие? Да, конечно. Вот ко Дню Петра и Февронии что будет? Это, конечно, концертная программа, это традиционно мастер-классы. Мы во всех наших мероприятиях пытаемся привлечь нашу публику к мастер-классам и к народному творчеству. Ну, пускай останется еще секретом, да, что мы готовим к этому. Я, кстати, на радио, у нас тоже есть такое понятие, как календарь, мы рассказываем о событиях дня, но народный календарь я всегда пролистываю. Но там попадаются очень интересные штуки, я не буду вам подкидывать какие-то идеи. Мне больше всего понравился народный праздник Матвей Змеесос. Вот я бы к нему приворочил. А раньше еще пробуем? Да, там что-то было связано со змеями и так далее, но я думаю, что к нему было бы неплохо приворочить какую-то импрезу в городе, и много людей бы собралось. Собираемся по поводу Матвея Змеесоса и так далее. А просто так, просто так вот прийти в центр наследия, посмотреть, как люди этим занимаются, чтобы сделать для себя какие-то выводы. Я могу или я должен заранее записываться, там что-то какие-то, подавать документы? Ну, естественно, для организованных групп у нас проводится более такая обширная программа. То бишь вот эти вот туристы, которые у нас сейчас без визы, они обязательно, у них пунктик в маршруте туристическом центре наследия есть? Ну, мы популяризируем среди туристических фирм сейчас посещение центра наследия. У нас уже завязано с одной из турфирм партнерские отношения, и вот последние две недели нам привезли уже три группы через эту фирму. И как иностранцы реагируют на традиционные виды? Очень нравится, очень необычно. Необычно то, что посещая наши постоянные экспозиции, мы разрешаем не только там посмотреть глазами, да, как в музее. Если у нас рыцарский зал, то, естественно, доспехи примеряются, в них фотографируются, пытаются там изобразить какие-то средневековые бои. Мы можем, разработали такую программу для молодоженов, когда и рушниками мы их перевязываем традиционными поясами. То есть народные традиции, да, они очень обширны. Прекрасно. Отправляемся в наследие? Отправляемся. И первоначально 9 июня мы идем на выставку литовского мастера, а 10 июня в 12.00 вас ждут в Центре наследия, где вы сможете публично связать что-нибудь интересное. 11-го отсыпаемся. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, в гостях у нас были Светлана Полченкова и Жанна Беленко. Приходите к нам еще. Спасибо. Ну и вам, дорогие зрители, спасибо большое, что оставались с нами на протяжении этого часа. Надеемся, вы что-нибудь вынесли полезного для себя, какую-нибудь бизнес-идею или увлечение. Вяжите и смотрите «Окна города». Аня Руда, Ярослав Чичин. Пока. Субтитры подогнал «Симон»